ну что друзья вот и завершилась фактически наша эпопея сегодняшняя по присматриванию автомобиля кончилась она тем что мы его не только присмотрели но и приобрели так но это часто так бывает мы на самом деле шли прицениться присмотреться что вообще есть но кончилось тем что мы увидели то что нам понравилось можно сказать что мы эмоционально его купили на самом деле так вот было некоторые было некоторое видение как это все должно выглядеть важно было посмотреть вот это видение насколько оно соответствует реальным машинам получилось что вот одна машина она как бы по параметрам которые были заранее заданы наиболее полно выполняла все удовлетворяло этим да поэтому мы вернулись мы вернулись с лексуса мы пришли снова на mercedes dealership там была занята наша елена но мы дождались внесли денежку и в общем в общем и в целом с учетом того что нам засчитали что-то за нашу машину за светину машину который мы туда сдадим получилось 36 тысяч и машина это находится сейчас в штате юта юта да по моему на beauty но пока вы там сидели и все это оформляли ее уже загрузили на погрузчик и она движется уже может быть выехала в направлении калифорнии завтра мы ее должны забрать где-нибудь нам сказали часов в пять нам позвонят когда машину привезут нам позвонят и мы ее заберем так что это пришлось сделать из-за того чтобы света не хотела черную хотела серебристые выдали мне хотела серебристую ну вот дали нам серебристую но и штата юта она была уже в определенной комплектации и то есть нам дали распечатку что есть в этой комплектации это стоит вот это это стоит вот это но альтернатива была такая либо брать вот эту машину либо заказать себе отдельную как кастом такую машину которую нам просто специально соберут со всеми прибабахами но сказали что займет это месяца 3 я не знаю почему так долго но мы подумали ну чё там три месяца ждать вот и тем более что в той комплектации которую нам пригонят из юты я не вижу ничего лишнего там были лишние вещи которые мы не пользуемся ну например там был surround sound и за это там 800 долларов она стоит но с другой стороны ну ее же и продавать когда-то тоже нужно будет во всяком случае это это неплохая фишка вот кроме того тут еще такая история происходит дело в том что безусловно светлане нужна машина которая или скажем так будет нужна машина которая сама будет ездить чтобы она могла значит сесть назначить там куда и расслабиться да и это будет это будет гораздо скорее чем можно себе представить так вот поскольку это в течение ближайших пару лет уже должно начать происходить причем там будет не только тесла а на самом деле к этому готовятся все основные ведущие производители автомобилей то моя мысль была такая что мы взяли эту машину но она мне очень понравилось тоже то есть я бы с удовольствием водил вот тот мерседес который мы сейчас свете берем и моей машине вот это ей тоже 10 лет уже но десятого года ну ну 78 8 и 8 лет и я хочу сказать она замечательно она выплачена мы за нее никому не должны денег на ней не знаю сколько там тысяч там но может быть 60 там 65 тысяч миль наезжена совершенно новая девочка эта девочка продаж не мальчику вот и она тихая для блогера это сказать хорошая машина во всех отношениях я мог бы на ней ездить еще там несколько лет поэтому я дождусь пока света возьмет себе вот такую машинку а потом заберу у нее вот тут ладно не практически ничего не будет наездно даже для света света за 10 лет ездить так как вот машина вчера куплена где-то она за год наезжает там 3000 миль то есть вообще ничего об условиях когда у нее есть самостоятельная парковка то есть мне парковаться уже не надо она сама парку она сама будет парковаться с подъезжаешь борщикой гэш паркуемся и она сама встанет вот это мечта для меня это непостижимая наука я так и не научилась парковаться кортиком понятия не имею когда вперед назад все ободралась все колеса да в общем теперь она будет как новая друзья в общем хорошо я лично очень доволен то есть мне эта машинка как моя будущее в целом нравится вот ну посмотрим этот это так чисто умозрительно мы не знаем что будет дальше может быть когда появятся эти электронные дела может быть мне самому захочется не знаю во всяком случае пока что мне нравится крутить баранку и как бы контролировать то что происходит и к сожалению вот такой я автомобильный лох что 90 процентов фишек которые есть в этой машине уже сегодня я не только их не использую я может быть даже и не знаю что они есть потому что это надо либо сидеть изучать документацию что ну как-то через чрезмерно вот либо кто-то должен мне рассказать но я не знаю кто не конечно можно там пойти в youtube смотреть там и так далее как то вот мне все времени до этого и не знаю мне хватает а также как вот со смартфоном вот я пользовался microsoft windows да и мне и мне говорили а что же вы не возьмете я и iphone что же вы не возьмете там android и я думаю мне отлично с этим сам там камера хорошая была многим и я говорю а зачем мне я же не не пользуюсь какими-то аппликейшем и в итоге мы отказались от windows фона именно потому что в какой-то момент понадобились аппликейшем стоять я захотел instagram я захотел самый забыл в общем перископ перископ да и вдруг выяснили что нету перископ поэтому что ж такое тоже перископ то могли бы и вот когда срок подошел мы переключились вот на iphone и я хочу сказать что мне iphone нравится при всех там фишках которые там раздражают безумно и так далее но тем ни менее нравится лучше существенно лучше чем вот было раньше что раньше я не получал удовольствие от телефона который меня в руках сейчас я его получаю чисто физическое эстетическое и так далее поэтому может быть то же самое с автомобилем произойдет но мы консервативные вы поймите нам же не 19 лет и даже не 42 нам на на 20 лет больше то есть мы такие дедушки бабушки может быть мы тут на калифорнийском солнышке и на продуктах то сказать вот натуральных там как-то мы выглядим лучше хотя после похудения и мне кажется старше стал на 20 лет но это не важно я еще исправлю вот поэтому не такие уже прямо у пацаны мы мы довольно консервативные в наших привычках мы привыкаем к чему-то я каждый раз например меня раздражает безумно когда меняется microsoft word а я сижу работаю и мне нужно резюме делать но я сейчас перепоручил там допустим гаррику программу но но все-таки поймать работать надо производительность надо я не друг раз поменяли я не знаю как я как как я это сделаю и не оставляют возможности вернуться к старому интерфейсом сохранить такая вот фигня кстати вот нам рассказали что философские компания mercedes туда созвучно с microsoft кстати у них здесь так вот этот самый мерседес у них есть как и концептуальное желание облегчить жизнь людям которые пожилые которые мерседесы будет уже там по 40 по 50 лет по 60 то есть 80-летним тоже поэтому они делают такой пользовательский интерфейс такой дизайн чтобы эти люди не чувствовали себя выброшенными из жизни не понимающими вообще как жить дальше что нам тоже вот мне лично импонировать это как тебе света но мне импонирует то есть я я не хочу вот задаваться вопросом блин что же теперь с делать как ну на самом деле тут будет все равно у тебя да потому что там много фишек правда мы договорились с левой человеком который женщина которая продала нам автомобиль вот она очень интересные судьбы человек и из беларуси оригинальный но жила жила в польше жила там на многих языках говорит мы договорились с ней что сделаем с ней интервью я приду дилер шип будний день когда народу нет и мы с ней запишем прямо там может быть нам сделают какой-то тур по дилер шипу и я отдельно сделаю анонс когда мы время назначим я сделаю анонс с тем чтобы вы могли задать свои вопросы а я бы тогда у лены поспрашивал вот но я сейчас такого анонса не делаю то есть вы можете знать вопрос он не пропадет но вообще говоря это будет отдельным таким сообщением короче я читаю что вы сюжет о покупке автомобиля закрыли и мы сделаем отдельный сюжет когда мы его получим может быть нам лена сделает такое введение в пользование автомобилем она говорит что любит объяснять клиентам какие фишечки что с ними делать там и так далее то есть у нее явно есть педагогические такие наклонности вот и может быть мы этот момент запишем но во всяком случае вот сериал который сегодня происходил такой стремительный мы его закончили я правильный господи ты довольна я довольна машина завтра приедет в данный момент забирать все друзья так что до скорых встреч на дорогах калифорнии и и и и и